Глава 7. Искусство правильных решений. Бог вам ничего не запрещает. С какой безграничной любовью и с безграничным принятием, то вы поймете, что Бог никогда не говорит вам «вот это правильно, а вот это неправильно». Бог никогда не навязывает вам правил. Он не требует от вас, чтобы вы делали что-то так, а не иначе. Бог принимает любые ваши решения. Так проявляются его любовь и его уважение к вашей свободной воле. Никто не вправе ограничивать вашу свободную волю, даже Бог. И даже если Бог видит, что вы собираетесь сделать что-то из страха, а не из любви, если Бог видит, что вы пребываете в темной энергии, а не в свете, Бог никогда вам не скажет «не делай этого». Бог скажет вам «это твое право, ты можешь делать все, что ты захочешь, но помни о последствиях и помни об ответственности». Бог ничего вам не запрещает. И при этом Он хочет вам добра и счастья, а потому не запрещая ничего, Он дает вам подсказки о том, на каких путях вас может ждать добро и счастье, а на каких нет. Но вы сами вправе решать, воспользоваться ли этими подсказками. Вы вправе рассудить, что лучшим для вас будет иное. И самое интересное, что даже в тех решениях, которые вы назвали бы ошибочными, всегда есть нечто способное пойти вам на пользу. Не удивляйтесь, что иногда ваш дух, божественная частица внутри вас, вовсе не протестует, когда вы собираетесь совершить ошибку. Ошибка тоже может быть частью божественного плана, потому что иногда вы можете чему-то научиться только посредством ошибки. А потому, обернувшись назад на свои ошибки прошлого, вы далеко не всегда сможете сказать, что это было неправильно. В божественном доме есть лишь свет и любовь, и нет их противоположностей. В настоящем мире их нет. В условиях игровой площадки и испытательного стенда под названием «Земля» создана искусственная реальность, где существуют иллюзии тьмы, иллюзии нелюбви и иллюзии ваших ошибок. Это все не настоящее. И это все рано или поздно вернется к истокам, к свету. Вот почему, когда мы смотрим на вас и вашу жизнь из настоящей реальности, из реальности любви и света, мы видим, что все идет к свету и все придет к свету. Другого быть не может. А потому все происходящее правильно. В той громадной необъятной реальности любви, которую создает для вас Бог, все вы видитесь правильными и совершенными. Поместите себя в эту реальность, и вы тоже увидите себя правильными и совершенными. Все ошибки и несовершенства теряются на фоне этой необъятной и сверхсильной любви. Все ошибки и несовершенства перестают иметь какую-либо значимость. Это так, дорогие. Выбирайте то, что делает вас счастливыми. И все же мы, пребывая в Божественном Доме, вовсе не так оторваны от вашей действительности, как вам возможно кажется. Мы видим, что ошибки и несовершенства реально заставляют вас страдать. Мы видим, что вы порой по незнанию отступаете от Божественного Плана. Вы рано или поздно вернетесь к нему, осуществите его, но в ваших блужданиях в потемках, вы можете чувствовать себя потерянными, несчастливыми, недостойными любви и даров жизни. Дорогие, ваши страдания тоже не напрасны. Они в конечном итоге закаляют вас, дают уникальный опыт, который делает вас сильнее. И все же вам не обязательно страдать. Вы можете пройти эти уроки и выйти на путь таких решений, которые избавят вас от страданий и принесут свет в вашу жизнь. Мы хотим помочь вам в этом. А потому позвольте допустить такую условность, что все же возможно решения правильные и неправильные. О, это именно условность, потому что эти понятия относятся не к истинной Божественной Реальности, а только к вашей земной Реальности. Говоря о правильных решениях, мы будем иметь в виду все то, что служит вам во благо и ведет вас к свету, а говоря о неправильных решениях, все то, что сбивает вас с пути, отдаляет от Бога и Божественного Плана. Правильные решения – это когда вы выбираете лучшее для себя, лучшее с точки зрения вашего высшего блага. Это лучшие решения для вас, назовем их так. И это могут быть не обязательно какие-то великие решения. Это могут быть каждодневные решения. Это может быть выбор, который вы делаете ежесекундно, выбор между тем пойти куда-то или остаться дома, выбор между книгой и телевизором, выбор блюда в ресторане. Вы уверены, что выбираете лучшее, то, что любите, и то, что в самом деле пойдет вам на пользу. И снова напоминание. Бог не требует от вас правильных решений. Бог ничего не диктует вам и не навязывает никаких директив. Но правильные решения – это то, что способно сделать вас счастливыми и избавить от страданий. Это выгодно для вас – принимать правильные решения при все условности этого понятия. Дорогие, все гораздо проще, чем вам кажется. Правильными для вас будут все решения, которые вы принимаете из любви. Правильными будут все решения, которые способствуют выполнению задач духа. Нет заранее предначертанного плана, какие решения вы должны принимать, а какие – нет. Есть божественный план, но он предполагает множественность вариантов, и он предполагает ваше творчество. Творческий подход к собственной жизни тоже предусмотрен божественным планом. Вы можете создать нечто такое, что вообще никто не мог предвидеть. Вы можете создать нечто такое, что даже Бог удивится и скажет. «Ого! Вот здорово, что ты это придумал! Действуй!» Вы понимаете, как Бог любит вас. Он вовсе не заставляет вас ходить по проторенной дороге и следовать придуманным не вами правилам. Вы сами можете придумывать свои правила. Если вы живете в любви, если вы сотрудничаете с духом, если вы выбрали путь возвращения к Богу, для вас возможно все. Как выйти из тесной клетушки? Крайн, ты не понимаешь. В нашей жизни нет места чему-то такому грандиозному и великому. Мы просто ходим на работу, мы стараемся изо всех сил, чтобы прокормить семью и выплатить кредиты. Мы хотим немногого, но иногда нам не удается получать даже это немногое. Мы просто не можем позволить себе ставить какие-то великие цели. Нам сначала надо хотя бы свести концы с концами. О, дорогие! Я прекрасно слышу вас. И вы напрасно думаете, что дух пребывает в заоблачных высях и не видит ваших каждодневных нужд. Но как вы думаете, может ли в вашу жизнь войти нечто замечательное и волшебное, если вы сами отгораживаете себя от него? Представьте себе, что вы сидите в тесной комнатке без окон. На стенках этой комнатки написано «Кредиты, зарплата, экономия, из чего приготовить сегодняшний обед, умеренность, самоограничение, слишком тесное жилье, неуверенность в завтрашнем дне». И вы не видите, что сами соорудили себе эту тесную клетушку, сами построили ее стены из ограничений. И вы не видите, что за стенами этой клетушки золотой дождь цыплется с неба с утра и до ночи. И что от этой клетушки ведут тысячи дорог, и на каждой из этих дорог вас ждут волшебные дары. И что стоит вам выйти из клетушки, как вам больше никогда не нужно будет переживать о завтрашнем обеде и считать копейки. Не сочтите это всего лишь метафорой. Пока вы сидите в своей клетушке, все прочие возможности вам могут представляться нереальными, потому что вам кажется, будто эта клетушка и есть целый мир. Тогда как мир вне ее стен, и этот мир не знает ограничений, он бесконечен во всех направлениях. Что вам делать, чтобы выйти из клетушки? Начните с малого, просто с крошечного изменения. Вам не нужно что-то резко менять, вам не нужно пытаться переломить обстоятельства. Просто утром встав с кровати, представьте, что вы проснулись уже не тем человеком, который вчера переживал из-за денег и боялся завтрашнего дня. Вы проснулись уже не тем человеком, который вечно что-то должен, 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 просто чтобы удержаться на плаву. Вы проснулись мастером света, у которого внутри все великолепие Бога. Любовь и свет Бога – ваша сила. Вы могущественны, и вы знаете, что достойны, что бесконечно почитаемы, потому что у вас внутри Бог. Встаньте с кровати и скажите себе. «У меня внутри Бог – все великолепие Бога. Великолепие Бога – это мое великолепие. Я подключен к великой силе и великой любви. Я великолепен и я любим. И потому я сегодня сделаю для себя подарок. Я сделаю что-то такое, что я люблю. Начните с малого. Скажите себе. Сегодня я приготовлю на обед именно тот салат, который я хочу. Не тот, который хотят другие и который я ем просто за компанию, хотя даже не чувствую вкуса. Сегодня я сделаю для себя что-то другое. Спросите себя. Что я люблю? Спросите у своего сердца. Есть что-то сокровенное, то, чего вы на самом деле хотите. Не для того, чтобы понравиться другим и произвести впечатление. Не для того, чтобы в чем-то превзойти других. Для того, чтобы ваше сердце запело. В вашем сердце, в его центре, в глубине, есть такое место, где вы сливаетесь с огромной и великолепной любовью Творца. И вот там, в глубине, рождаются ваши сокровенные желания. Там, в самом центре вашего бессмертного и прекрасного существа. Можете ли вы соединиться с этим центром? Когда вы соединяетесь с ним, все ваши решения становятся лучшими, потому что все они продиктованы любовью. Напоминайте себе каждое утро о том великолепии, которое живет внутри вас. Начинайте каждое утро, как мастер света, несущий в себе любовь Бога и пребывающий в любви, и умеющий строить свою жизнь этой любовью. На следующее утро решите, что сделаете себе еще какой-то подарок. Позволите себе то, что вы любите, и что поможет вам подключиться к вибрациям любви. А потом еще и еще. И вы постепенно научитесь жить в этих вибрациях, и однажды вы заметите, что мир изменился, что мир стал послушнее вам, потому что у вас внутри появилась сила любви и сила управления, управления собой и своей жизнью. И однажды вас настигнет озарение. Моя жизнь принадлежит мне, и у меня есть силы управлять ею. Вопрос, с которого начнется ваша новая жизнь. «Что я люблю?» С этого вопроса начинается ваша новая жизнь. С этого вопроса начинается обретение вами силы и способности управлять своей жизнью. С этого вопроса начинается исполнение желаний и приход в вашу жизнь всего лучшего, чего вы достойны. Но вам бывает не так легко ответить на этот вопрос. Слишком много помех, сбивающих вас факторов. Некоторых из вас этот вопрос даже ставит в тупик. Что я люблю? Как ответить? Может быть, я люблю то же, что мой супруг или мои дети? Или мне нужно то же самое, что и друзьям, соседям? Я люблю то, что нравится другим или нет? Дорогие, в каждом из вас есть что-то уникальное, и у каждого из вас есть что-то, от чего поет ваше сердце. Может быть, другие вас не поймут? Может быть, кто-то пожмет плечами, когда вы выразите свой восторг перед прекрасными стихами или красотой заката, или каким-то простым занятием вроде ухода за цветами. Пусть вас не смущает чужое непонимание. Для вас важно окунуться в свой собственный поток. Поток любви, в который включится все ваше существо, в котором завибрирует любовью ваше сердце, в котором ваша душа зазвучит своей собственной неповторимой струной. С этого и ни с чего другого начинается путь к правильным, то есть лучшим вашим решениям. Формула успеха. Сила любви плюс твердость намерения. Когда в вашей душе зарождается эта искра любви, когда поток любви подхватывает и несет вас, энергии любви становится так много, что она сметает перед собой все препятствия. Вы понимаете, почему иногда исполняются даже, казалось бы, несбыточные желания? Потому что поток любви обладает силой прокладывать себе дорогу сквозь стены. Потому что поток любви трансформирует энергию препятствий в энергию удачи. Потому что поток любви открывает любые двери. Это на самом деле великая сила, реальная сила. Поток любви способен рассеять все ваши страхи. Поток любви дает вам уверенность. Вот почему, когда вы говорите, «Да, я это люблю, да, я в самом деле этого хочу», вы получаете это. Сила вашей любви плюс твердость вашего намерения – вот формула получения желаемого. Удивительно ли, что вы не получаете то, что на самом деле не любите, хотя вам порой и кажется, что любите? Нет, это не удивительно. Это вполне закономерно. Ваш дух, ваше божественное «я» знает, что на самом деле вам нужно, а что нет. Он знает, что вы любите на самом деле. То, что вы любите, вы всегда получаете, всегда. То, где вам хватает смелости – просто безоглядно любить. Вы вступили в отношения с кем-то. Вы сделали это, потому что любите этого человека, или потому что боитесь одиночества. В первом случае вами движет любовь, и ничто не помешает вашему счастью. Никакие трудности и никакие страхи не будут властны над вами. Во втором случае вами движет страх, и вас, к сожалению, ждет разочарование. Страх не создает счастья. Страх вообще ничего не создает, он только разрушает. Так какое решение будет лучшим, принятое из любви или из страха? Бывает и так, что вы говорите «Да, я это люблю, да, я этого хочу, но я боюсь». Далее вы перечисляете то, чего боитесь, что у вас что-то не получится, что вы не справитесь с трудностями, что вас не поймут и так далее. Дорогие, в таком случае ваше намерение не является чистым и твердым. Любовь – это мощная энергия, а намерение прокладывает русло для этой энергии. Куда устремится сила вашей любви, если вы не проложили ей путь, если вы перекрыли ей дорогу своими страхами, если вы не подключаете силу намерения к силе любви? Не бойтесь, Дух всегда во все времена и во всех пространствах говорит вам «Не бойтесь», потому что когда вы открываете Бога в себе, вам больше нечего бояться. Если вы действительно что-то любите, любите безусловно и безоглядно, энергия вашей любви способна растворить все страхи, убрать их с вашего пути. Просто сделайте хотя бы один шаг. Если боитесь, все равно идите. Идите навстречу страху, и вы увидите, что никакого страха нет. Он был лишь видимостью иллюзии, он способен пугать лишь на расстоянии. Когда вы, вооружившись силой своей любви, начинаете двигаться вперед, страх исчезает. Движет ли вами любовь каждый миг в вашей жизни? Вы просто ходите на работу, вы просто боретесь за выживание, вы просто делаете то, что должны. Есть ли в этом место любви? Найдите для нее место, хотя бы немного, хотя бы каплю любви в день добавляйте во все, чем ваш день заполнен. Это изменит ваш мир, это растворит стенки вашей клетушки, это откроет вам новые пути и новые возможности. И вы увидите, что способны на большее, чем ожидали, что внутри у вас спецсила, которая может быть разбужена только любовью. Вы можете принимать лучшие решения даже без раздумий. Что вы любите, чего вы хотите, какие решения вам нужно принимать. Дорогие мои, есть часть вас, которые очень хорошо известны ответы на эти вопросы. Заметьте, как много вещей в вашей жизни вы делаете, даже не задумываясь. Вы хотите утром встать с кровати и не думаете, как правильно это сделать. Вы не думаете, можно ли вам это сделать или нельзя, вы просто встаете. Потому что ваше тело знает, как это делать. У вашего тела есть свой собственный разум и своя собственная мудрость. У клеток вашего тела есть сознание, и они знают, что и как вам делать. Вы понимаете? Есть множество процессов, в котором вам не нужно подключать аналитический ум и логику. Вам не нужно планировать и просчитывать в уме, как вы встанете. Сначала опустите на полотну ногу, потом другую. Кстати, какую ногу будет правильно опустить первой, правую или левую? Вы не раздумываете об этом, и вы не советуетесь ни с кем, как вам это делать. Вы не спрашиваете у других людей, как это делают они, чтобы выяснить, не совершаете ли вы какой-то ошибки. Мудрость вашего тела знает, как это делать. Ваше тело знает, как двигаться, как дышать, как брать в руки различные предметы. Вы доверяете своему телу. Вы не сомневаетесь, что оно все это может и умеет, и вы вовсе не контролируете при помощи рассудка каждое его движение. Дорогие, кроме мудрости тела, есть мудрость вашего духа. Ваш дух знает, какие решения и действия будут для вас лучшими. Ваш дух знает, каким образом вам лучше их совершать. А потому вы можете доверять мудрости духа, как вы доверяете мудрости тела. Живя в любви, вы живете в контакте с духом. Живя в контакте с духом, вы начинаете без раздумий в каждой ситуации принимать наилучшие решения и действовать наилучшим образом. Очень скоро каждый из вас сможет сказать, как это просто. Я живу в энергиях любви, я действую в сотворчестве с духом, и у меня все получается наилучшим образом. Да будет так. С любовью, Крайен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok